Моего прадедушку зовут Храмов Кузьма Семенович. Ему 95 лет. Он прошел Великую Отечественную войну. Был дважды ранен и получил медали за отвагу и за боевые заслуги. Он у меня добрый, веселый. Он рассказывает много интересных историй. Мой прадедушка Богатов Василий Васильевич воевал на Кавказе. Он был награжден орденами и медалями. На одном из заданий он был ранен, но, несмотря на ранения, выполнен задание. После войны он работал председателем колхоза. Он дожил до 80 лет. Владимир Владимирович Холян. Мой прадедушка служила на войне. В конце войны он вернулся домой. Его наградили орденом Красной Звезды. Это мой прадедушка. Его зовут Строкин Василий Васильевич. Он воевал в войне. Дожил до 100 лет. Был мы и рожден многими медалями. Моего прадеда зовут Мартиянов Федор Акинович. Он прошел всю войну. Был военным шофером. Прошел до Берлина. Получил звание ефрейтора. При этом мой дедушка вернулся домой с контузией. Вера Михайловна Полтарарская была врачом на фронте. Она лечила раненых. Она помогала с отцом. Детям лечила, чтобы они продолжили боль. Прадедушка зовут Петр Иванович Крылов. Он родился 1924-го, погиб 1987-го. Он был снайпером. Он прожил Великую Отечественную войну. Его очень много медали. Моего прадеда звали Астахов Сергей Иванович. 1925-го года рождения. Участвовал в Великой Отечественной войне. Закончил службу в звании ефрейтор. Имеет награды. Орден Отечественной войны второй степени. Медаль за отвагу, которую получил за то, что 20 января 1944-го года будущее снайпером при освобождении города Керчь уничтожил 4-х румын. И расчет пулеметной точки сам при этом был тяжело ранен. Мой прадедушка вернулся с войны. Арсений Григорьевич Головко. Советский фотоаводец-адмирал. Были бессменным командующим Северным флотом во время Великой Отечественной войны. Получил такие награды, как 4 ордена Ливина, 4 ордена Красного знамени, 2 ордена Ушакова, ордена Симова, 2 ордена Красной звезды. Он умер 17 мая 1962 года в Москве. Мой прадед воевал, его зовут Тихо Яковлевич Паисов. Он воевал в Великой Отечественной войне. И он заслужил 3 медали. Он был трижды ранен. Он погиб, защищая Родину. Моего дедушку зовут Бусаров Николай Иванович. Он был старший сержант. Он был награжден медалями за отвагу, за оборону Москвы. Трижды был ранен. Моего дедушку зовут Петр Дмитриевич Агашков. Мой дедушка был военным врачом. Во время Великой Отечественной войны он вывел из окружения все отделение на Дальнем Востоке. Войну он закончил в звании майор. Его наградили медалями и орденом Красной Звезды. И также он принял участие в Японской войне. Дослужил до полковника. В мирное время работал начальником Рязанского госпиталя. Изобрел, изантинтовал прибор для исследования желудка. Это мой прадедушка Данилен Алексей Дмитриевич. Он родился 22 марта 1922 года. Он является уроженцем села Николаевка Михайловского района Рязанской области. На исходе 18 лет он ушел на фронт. Отличаясь особым боевым духом, характером, он освободил такие страны, как Польша, Бессарабия, Чехословакия, Прага и многие-многие другие. В 20 лет мой прадедушка вернулся с войны. С многочисленными ранениями, контузиями. Также он прожил совсем недолгую жизнь. На исходе 47 лет его сразила неизлечимая болезнь – онкология желудка. Это было на почве разных травм, разных контузий. Я дорожу тем, что осталось от моего прадедушки. Это огромная память. Та память, которую нужно беречь из поколения в поколение. Мой прадедушка Криднев Александр Яковлевич родился в 1920 году в Кубани. Моя прабабушка Криднев Токи Васильевна родилась в 1922 году в Рязани. Прадедушка после школы, окончив школу, поехала в Москву учиться в военное училище. После чего сразу попала на фронт. А бабушка после школы окончила маленькие курсы медсестры и работала в госпитале. Потом она работала в тылу. Когда мой прадедушка получил ранения легких, он его положил в госпиталь. Там он познакомился с прабабушкой. И в 1944 году они поженились. Потом прадедушка пошел в Германию, в город Лепнице. И там он встретил 9 мая. После чего в 1945 году, 26 мая, родилась моя бабушка. Потом они жили в городе Рязани. Дедушка умер в 1995 году, а бабушка в 2002 году. Я их не увидела, но я чувствую, что они большую роль сыграли в Великой войне. Могутин Николай Васильевич, наш прадедушка, родился в деревне Хирин в Рязанской области. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Когда нашему дедушке было 15 лет, началась Великая Отечественная война. До призыва в армию наш прадедушка работал в колхозе, откуда его и других колхозников посылали на трудовой фронт. Они копали противотанковые рой под Мервино и Стенкино. На лошадях возили разборные гляндажи, доты и дзоты. Все это было необходимо для обороны города Рязани. Чтобы попасть на фронт, прадедушка сказал, что он на один год старше и 1925 года рождения. В 1943 его зачислили на фронт, а в 1944 его призвали в действующую армию в Беларуси. Он был связистом. Его задачей было налаживание связи между разными штабами и подразделениями. Ведь без телефона и телеграфной связи на войне нельзя. У нашего прадедушки есть три медали. Первую за боевые заслуги он получил за взятие города Кенигсберг. У него также есть медаль за победу над Германией. Наш прадедушка встретил день победы в Германии, в городе Паркин. После войны наш прадедушка ездил с друзьями в Берлин, в имперскую канцелярию, откуда командовал Гитлер. На Рейхстаге он расписался в Лагуте, город Рязань. Хоть мы и не знали нашего прадедушки, но для нас он герой. Я бы их благодарила за то, что они воевали на войне и спасли нашу Родину. Я благодарю своего прадедушку за жизнь, за мирное небо над головой, за ту жизнь, которую он мне подарил. Без войны мирную, спокойную жизнь. Спасибо тебе, прадедушку, за то, что ты защищал Родину. Спасибо прадедушку за мое детство. Спасибо тебе, дедушка, за мирное небо. Спасибо тебе, дедушка, за то, что все убитие сейчас есть. Я благодарю своему прадедушке за мирное небо над головой. Спасибо тебе, дедушка, что я могу учиться в школе. За все. Спасибо тебе. Гошусь, прадедушка. Спасибо тебе за то, что мне поймешь сейчас. Спасибо тебе, дедушка. Бабуль, я тебя люблю.